Добрый день. Добрый день, уважаемые студенты. Начинаем с вами лекцию, посвященную анатомо-физиологическим особенностям пищеварительной системы у детей. Тема лекции посвящена актуальным вопросам, связанным с пониманием анатомо-физиологических особенностей, следовательно, и пониманием всех процессов, которые протекают в организме ребенка, в особенности в его пищеварительной системе, и как это влияет на рост развития и диагностику заболеваний у детей. Напоминаю, что к органам пищеварения, пищеварительной системе относятся, это в первую очередь, татовая полость, пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий кишечник, толстый кишечник, который в свою очередь содержит слепую поперечно-ободочную, сигмовидную кишку, прямую кишку, поджелудочную, железду, печень и желчеводящие пути. Среди различных систем организма закладка органов пищеварения происходит на очень ранней стадии эмбрионального развития. К седьмому-восьмому дню из эндодерма начинается организация первичной кишки. На четвертой неделе в переднем конце ее возникает ротовое отверстие, на противоположном появляется анальное. К концу первого месяца жизни, на четвертой неделе, начинаются уже три части первичной кишки, передняя, средняя и задняя. Из передней кишки развиваются глотки, пищевод, желудки, двенадцатиперстная кишка с зачатками поджелудочной железы и печени. Из средней кишки формируется часть двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишки. Из задней кишки развиваются все отделы толстого кишечника. На третьем месяце внутритрубного развития плода осуществляется поворот кишечника, перемещение тонкого справа налево позади верхней брыжечной артерии и толстого слева направо от той же артерии. В первые недели беременности происходит закладка эндокринного аппарата желудочно-кишечного тракта с последующей продукцией регуляторных пептидов, секретина, гастрина, мателина и тактально. Закладываются периферические центральные нервные механизмы регуляции и с шестнадцатой и двадцатой недели желудочно-кишечный тракт начинает университь. До имплантации зародыша в стенку матки его питание осуществляется материалом желточного мешка. Это гистотропный, трофный тип питания. С момента образования плаценты осуществляется гемотрофное или трансплацентарное питание. И с четырех-пяти месяцев внутритрубного развития, когда начинает функционировать, собственно, уже ЖКТ ребенка, совместно с гемотрофным осуществляется и амниотрофное питание. То есть питание через амниотическую жидкость, которая содержит все питательные вещества и ферменты. Другими источниками ферментов является ЖКТ самого плода, плацента, венизматия. Напоминаю, что из-за высокой проницаемости кишечной трубки часть питательных веществ всасывается без производительного гидролиза, что необходимо учитывать при организации питания беременной женщины с целью профилактики развития в последующем аллергических заболеваниях у ребенка. То есть после рождения ребенок переходит уже на лактертрофный тип питания. У новорожденного детей родного возраста повод секта имеет относительно небольшие размеры. Губы новорожденного толстые, на их внутренней поверхности расположены поперечные валики. Круговая мышца та развита уже хорошо. Щеки у новорожденных и детей раннего возраста округлые и выпуклые за счет наличия между кожей и хорошо развитой щечной мышцей округлого жирового тела. Называются это жировые комочки Биша, которые, начиная с 4 лет, постепенно атрофируются. И нет у нас на лице ребенка исчезает такое занятное образование, которое делает таким милым личико именно у маленького ребенка. Твердое небо плоское, мягкое небо короткое, расположено почти горизонтально. Небная занавеска не касается задней стенки плотки, что обеспечивает ребенку возможность дыхания во время сосания. Подчеркиваю, что это удивительное свойство периода новорожденности и раннего возраста, когда ребенок может дышать и сосать и глотать одновременно. С появлением молочных зубов происходит значительное увеличение размера фальвилиарных отбросков челюстей и свод твердого неба поднимается. Язык у новорожденного короткий, широкий, толстый и малоподвижный. Занимает практически всю полость рта. Слизистая оболочка рта у детей, особенно раннего возраста, тонкая и легко ранимая, что необходимо учитывать при обработке полости рта, если ее необходимо обрабатывать. Соответственно, слизистая оболочка на ротовой полости образует заметную складку, покрытую большим количеством ворсинок. На слизистой оболочке щек в щели между верхней и нижней челюстями отмечают выпячивание в виде валика. Поперечные складки валики есть на твердом небе, валикообразное толщение на деснах. Все эти образования обеспечивают герметизацию рта у полости в процессе сосания. На слизистой оболочке в области твердого неба, по средней линии у новорожденных, расположены узелки бона. Это такие желтоватые образования, которые являются ретенционными кистами слюных желез. На фото вот можете увидеть. Узелки исчезают к концу первого месяца жизни. Слизистая оболочка полости рта у детей в первые три месяца относительно сухая. Это обусловлено недостаточным развитием слюных желез и дефицитом слюны. В дальнейшем происходит гиперсолевация за счет резкого увеличения производства продукции слюны слюными железами. И одновременно дети еще не умеют произвольно платить слюну. Соответственно, у нас слюнотечение наблюдается. Но это уже по истечении трех-четырех месяцев после рождения. Особенности слюных желез новорожденного. Это низкая секреторная активность, выделение небольшого количества густой, вязкой слюны для хорошей герметизации ротовой полости во время сосания. Реакция слюны нейтральная или слабокислая. Концентрация аналазы низкая. Функциональная активность слюных желез возрастает полтора-два месяца. У детей возле 3-4 месяцев слюна нередко вытекается. Это связано с незрелостью регуляции слюноделения и заглатыванием слюны. То, о чем я тоже вам говорил. Кислотность слюны с возрастом увеличивается. А с первых дней жизни в состав слюны входят уже альпамилазы и другие ферменты, необходимые для расщепления крахмала и гликогена. У новорожденных в течение первого года жизни содержание активности этих ферментов значительно возрастает. Появляется все больше доза веществ, которым необходимы эти ферменты. Глотка у грудных детей имеет воронкообразную форму. Вход в гортани расположен высоко над нижне-задянным краем грудной санавески и соединен с полостью рта. Пища движется по сторонам от выступающей гортани, поэтому ребенок может одновременно и дышать, и глотать, не прерывая сосания. Функции полости рта напоминаю просто вам. Это анализ вкусовых свойств веществ, смачивание слюной пищи, начальный гидролиз углеводов, формирование пищевого комка, раздражение механой терморецепторов, вызывающих раздражение железо-желудочно-кишечного тракта, защитная функция, жевательная. Также слюна обеспечивает герметичность ротовой полости. После ротовой полости следующим разделом пищеварительной системы является пищевод. Пищевод представляет собой узкую мышечную трубку воронкообразной форме с расширением в каудальные его части. Длина при рождении составляет всего 10 см, 5 лет это 16 см, 10 лет 18 см в среднем. У взрослых примерно 24-25 см. Ширина пищевода у новорожденных составляет всего 7-8 мм. В один год это 1 см, в 12 лет это 1,5 см. Соприкосновение пищевода с окружающими внутренними органами приводит к образованию трех сужений. В начальной части, на уровне бифификации трахеи и на уровне диафрагмы. В области соприкосновения пищевода с задней стенкой левого желудочка, сердца, Во время проведения эзопаргоскопии при прохождении эндоскопа через этот отдел могут возникать различные нарушения ритма, что необходимо учитывать при проведении данного исследования. Не забывайте, что анатомически очень много взаимосвязей между различными органами и системами, которые, естественно, нужно учитывать при проведении диагностических исследований. У новорожденного отмечается относительно слабое развитие анатомических сужений пищевода, недостаточное развитие мышечно-эластической ткани, имеется хорошее развитие его подслизистого слоя, и слизистая, богатая кровеносными сосудами, стенки пищевода тонкие. В отличие от других систем ЖКТ, пищевод не имеет серьезной оболочки. Складки пищевода продольные, нерезко выраженные, слизистая оболочка его выслана многослойным плоским эпителем. Сам пищевод относительно короткий. Переход пищевода в желудок во все периоды детского возраста расположен примерно на уровне 10-11 грудного позвонка. Пищевод впадает в желудок под определенным углом, который называется углом ГИСа. У новорожденных он равен примерно 90 градусов. При такой его величине возникает недостаточность кардии. Функции пищевода это, естественно, продвижение пищи из полости рта в желудок. Ну, например, при исследовании пищевода, например, вот на рентгенограмме вырожденного, вы можете увидеть врожденную отрезию пищевода у недоношенного ребенка. Отрезия, недоразвитие пищевода, да. Он слепо заканчивается, дальше нет пищи, ничего не проходит. На рентгенограмме видно, что контрастный зонт, введенный через нижний носовой ход, пищевод загнут петлей, газовый пузырь желудка отсутствует, то есть пищи дальше не проходит. Выясняются такие ситуации сразу после рождения. Желудок. Желудок у новорожденных желудок занимает косое положение, начиная с 5-6 месяца, принимает горизонтальное. Когда ребенок начинает ходить, то вертикальное положение. Желудок новорожденного имеет плюсообразную такую плоскую форму, затем становится округлым. При введении уже густой пищи, более густой пищи, приобретает вид реторты или крючка. С возрастом происходит постепенное увеличение массы, поверхности слизистой и вместимости желудка. Различают физиологическую и анатомическую вместимость желудка. Физиологическая вместимость меньше анатомической, при рождении составляет всего 7 мл. Если вы вспомните, то при изучении вопросов скармливания ребенка, в особенности в невонатальной или период новорожденности, мы всегда говорили, что объем питания, разовый объем питания, зависит в основном от физиологической вместимости желудка. В тот момент и первый день жизни составляет всего 5-7 мл. Постепенно увеличиваясь. На четвертые сутки жизни после начала энтерального питания, физиологическая вместимость желудка уже увеличивается до 40-50 мл. А к 10-му до 100 мл. К концу первого года физиологическая вместимость и емкость желудка составляет 250-300 мл. И к 10-12 годам составляет уже 1300-1500 мл, приближаясь к таковой у взрослого человека. У новорожденного ребенка отличается слабое развитие дна и кардиального отдела желудка. Дно желудка формируется к 10-11 месяцам. Формирование кардиального отдела завершается лишь к 8 годам. Относительно короткий пищевод способствует тому, что часть желудка находится в грудной полости, а часть в брюшной. Пилорический отдел при этом функционально развит хорошо, уже развит при рождении. Все это позволяет сравнить желудок ребенка первых месяцев жизни в особенности с открытой бутылкой и предрасполагает детей первого года жизни к срыгиваниям и рвотам. Относительно поверхность слизистой желудка у новорожденных мало, что уменьшает риск денатурации гидролизоиммунных веществ. С возрастом поверхность слизистой интенсивно увеличивается и в первые 3 месяца после рождения уже увеличивается в 3 раза, а к 2 годам в 5 раз, к 15 годам уже в 10 раз. Это подчеркиваю поверхность слизистой желудка. Сама слизистая оболочка у новорожденного ребенка по сравнению со взрослыми относительно толще. Она нежная, богата кровеносными сосудами, но бедна эластической тканью. Вкладчатость ее выражена недостаточно. Мышечные слои и желудочные стенки, особенно продольные, косые, слабо развитые и малодифференцированные. Желудочный сок новорожденного детей родного возраста содержит те же ферменты, что и у взрослых. Это апельсин, гастропсин, химозин, липаза. Но ферментативная активность их снижена. Липолис у детей, находящихся на родном скармливании, происходит за счет липаза желудочного сока и липаза женского молока. Характерной особенностью липаза является способность осуществлять гидролиз жиров в отсутствии жировщих кислот при оптимовом воздействии в нейтральной или близкой к ней среде. Соляная кислота начинает активно секретироваться в просвет желудка уже начиная с двухмесячного возраста. Количество ее резко увеличивается после введения ребенку прикорма. Напоминаю, что прикорм это более концентрированная грубая пища, соответственно, она даже механически раздражает, но соответственно меняет и в общем секрет соляной кислоты в желудке. Величина pH в желудке новорожденных сразу после рождения составляет всего от 4 до 6,5. Через несколько минут после первого кормления она снижается на 1,5-2 единицы. К концу первой недели жизни pH желудочного сока составляет 4,6. К концу первого года 3,4. Кислотообразующая функция и протеолитическая активность желудочного сока у детей первого года жизни зависит от вида вскармливания. Она выше у детей, которые находятся на искусственном и смешанном вскармливании и, соответственно, ниже кислотность желудочного сока у детей, находящихся на естественном вскармливании. Низкий кислотно-практический потенциал желудка у новорожденных обеспечивает сохранность иммуноглобулинов, особенно иммуноглобулинов класса А, лимфоидных клеток, макрофагов, содержащихся в молозе и в зрелом материнском молоке, что, в свою очередь, предохраняет ребенка после рождения от массивной бактериальной инвазии в период, когда собственный иммунитет лишь начинает формироваться и обучаться. У доношенных, новорожденных и грудных детей при проведении электрогастрографии регистрируется электрогастрограмма низкой амплитуды, то есть, так называемый гипокинетический тип, с низкой величиной потенциалов, что свидетельствует о замедленной моторной-вакуаторной функции желудка. Продолжительность нахождения пищи в желудке зависит от ее характера. У здорового грудного ребенка при правильном скармливании грудное молоко задерживается в желудке на 2-3 часа, а коровье молоко дольше на 3-4 часа. Жиры и белки увеличивают продолжительность нахождения пищи в желудке, причем у грудных детей сильнее сказывается тормозящим влиянием белков, а у более старших детей жиров, то есть, жирная пища дольше задерживается в желудке у детей более старшего возраста, а коксистрированная белковая пища у детей раннего возраста. Обратите внимание, для напоминания функции желудка, которые относятся к очень важным функциям пищеварительной системы, это депонирование пищи, химическая обработка пищежелудочным соком, перемешивание пищи с пищеварительными соками и ее продвижение в 12-перстную кишку, частично всасывание веществ, экскреция в полы желудка метаболитов и веществ, поступающих в организм в зне, лекарственные вещества и другие, образование активных веществ, принимающих участие в регуляции деятельности желудочных и других пищеварительных желез, это гистальмин, гастрин и другие. Бактерицидное и бактериостатическое действие желудочного сока очень важный компонент, обязательный, важный, начальный гидролиз белков и жиров, ну и механическое измельчение пищи. Дальше мы с вами остановимся на кишечнике. У новорожденных по сравнению со взрослыми длина кишечника относительно больше. Относительно больше. В отношении к длине тела, у новорожденных это соотношение 8,3 к 1, а у взрослых 5,4 к 1. Это объясняется тем, что анатомическая длина кишечника увеличивается милее, чем рост ребенка. Кишечник слабо фиксируется в тонкие и длинные брыжейки в задней стенке брюшной полости. В течение первого года жизни длина брыжейки продолжает увеличиваться, что способствует увеличению подвижности тонкой кишки и обуславливает относительно частые завороты кишок и инвагинации в этом возрасте. К 7 годам подвижность тонкого кишечника уменьшается. За счет большой печени и недоразвития малого таза кишечные петли у детей раннего возраста лежат более компактно, но занимают непостоянное место. Вот вы можете увидеть различные варианты заворота кишок и механизм инвагинации кишки. Иннервация тонкой кишки осуществляется за счет симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. В тонком кишечнике детей раннего возраста содержится много газов. Количество их постепенно уменьшается в объеме и исчезает к 7 годам. То есть примерно до 7 лет в тонком кишечнике еще возможно нахождение газа. Взрослых в норме газа в тонком кишечнике нет. Особенности иннервации строения мышечного аппарата тонкого кишечника и обилие газов наряду со сниженной активностью тонкой кишечной лактазы способствуют возникновению младенческих колик. Вы все знаете, что у маленьких детей, конечно, колики являются очень распространенной проблемой. Вот механизм образования этих колик связан в том числе и с особенностями, анатомо-физиологическими особенностями тонкого кишечника у детей. Слизистая оболочка кишечника нежная, в ней много кровеносных сосудов. Объем крови в слизи составляет от 10 до 30% от всего объема крови. Крови это довольно значительная часть. Проницаемость слизистой оболочки повышена, что способствует проникновению в кровь нерасщепленных составных частиц пищи, токсико-аллергических веществ, микроорганизмов. В арсийной складке слизистой оболочки тонкого кишечника у новорожденных развиты хорошо, но они более низкие, чем у детей старшего возраста. Крипты более глубокие и скорость регенерации петельной кишечнику кишки выше. По сравнению со взрослыми у детей кишечная железа более крупная. Лимфатические сосуды многочисленные и имеют более широкий просвет. Лимфа, оттекающая тонкой кишки, не проходит через печень, поэтому продукты всасывания вместе с лимфой попадают непосредственно в циркулирующую кровь. Нужно помнить об этой особенности, не забывать, поэтому профилактика различных отравлений у детей связана с тем, что существует такая анатомарнофизиологическая особенность. Нужно помнить о ней. Из-за низкого синтеза и транспорта жарочных кислот в тонком кишечнике у детей раннего возраста снижено всасывание жиров по сравнению с взрослыми. В тонкой кишке происходят основные этапы сложного процесса расщепления и всасывания. У детей в родном возрасте в период молочного питания доминирует мембранное пищеварение. Обратите внимание. Секреторный аппарат тонкой кишки к рождению в целом сформирован. Даже у новорожденных в кишечном соке можно определить те же фенометы, что и у взрослых. Однако их активность низкая и повышается то с возрастом. К особенностям усвоения белка у детей раннего возраста следует отнести высокое развитие пиноцитоза эпителиоцитами в связи с той оболочкой кишки. Вследствие чего белки и молока у детей первых недель жизни могут переходить в кровь в малоизмененном виде. Это может приводить к появлению антител в белках к кровьему молоку, например, если ребенок получает вдруг искусственное скамблевание. У детей старше года белки подвергаются гидролизу с образованием аминокислот, полипептидов, конечно. Далее рассмотрим толстый кишечник. Толстый кишечник. Рост толстой кишки во внутриутробном периоде отстает от роста тонкой кишки. И у новорожденных соотношение между длиной тонкой и толстой кишок равно примерно 5,6 к 1. До 3 лет обе части кишечника растут одинаково интенсивно. Но в последующие годы толстая кишка растет более быстрыми темпами. И соотношение между двумя отделами кишечника становится равным 4,6 к 1. У новорожденных слепая кишка располагается высоко. Восходящая обыдочная кишка короче нисходящей. Сигмовидная кишка отличается большей длиной и образует перегибы. Толстый кишечник имеет длину, равную росту ребенка. Такая вот интересная особенность. Толстый кишечник имеет длину, равную росту ребенка. Аппендикс. Аппендикс у детей по сравнению со взрослыми короче. Он в среднем составляет 4-5 см у новорожденных и 9-12 см у взрослых. Из-за длинной брожейки он обладает хорошей подвижностью и может оказаться в любой части живота. Но чаще всего аппендикс исполняется эритроцикально. То есть за толстой кишкой. Ни в какую сторону. Сложно даже прощупать и определить. Такова его особенность в детском возрасте. Восходящая часть ободочной кишки у новорожденных короткая и имеет длину от 2 на 9 см. И длина начинает увеличиваться после года. Поперечная часть ободочной кишки у новорожденных расположена в эпигастральной области. Имеет подковообразную форму и к 2 годам занимает горизонтальное положение. Изгибы кишки слабо развиты. Брыжейка поперечной части ободочной кишки тонкая и длинная. Поэтому она легко перемещается при заполнении желудка и тонкого кишечника. Нисходящая часть ободочной кишки слабо подвижна. Сигмовидная часть по сравнению с другими отделами кишечника у новорожденного очень длинная и подвижная. Причем процесс ее роста продолжается на протяжении почти всей жизни при относительном уменьшении его темпа с возрастом. Вследствие недоразвития малого таза, сигмовидная кишка у детей до 5 лет расположена в брюшной полости. Затем она спускается в малый таз. В связи с резким укорочением брюшейки и скоплением вокруг нее жира, к 7 годам подвижность сигмовидной кишки утрачивается. Не забывайте, это нужно помнить при проведении пальпации органов брюшной полости. Прямая кишка у детей первых месяцев жизни относительно длинная и при наполнении может занимать малый таз. Ампула ее мало дифференцирована, жировая клетчатка не развита, вследствие чего ампула плохо фиксирована. Окончательное положение прямая кишка занимает примерно 2 годам. Она имеет хорошо развитый подслизистый слой, но слизистая оболочка кишки слабо фиксирована. В результате чего при повышении внутребрюшного давления, напряжении брюшного спресса, при сильном кашле, натуживании может наблюдаться ее выпадение или пролапс. Анус у детей расположен более дорозально, чем у взрослого. Ну вот выпадение прямой кишки может проявляться вот таким вот пролапсом. Прямой кишки за счет слабой фиксации подслизистого слоя, слизистые подслизистого слоя. Какобы же функциональные особенности кишечника, но двигательная функция кишечника или моторика складывается из маятникообразных движений, возникающих в тонкой кишке, благодаря чему происходит перемешивание его содержимого, и перистальтических движений, которые продвигают химус по направлению к толстой кишке. Для толстой кишки характерны и антиперистальтические движения, сгущающие и формирующие кал. Моторика у детей раннего возраста более активна, что способствует частому поражению кишечника. Обратите внимание, да? У грудных детей продолжительность прохождения пищевой кашицы по кишечнику составляет всего от 4 до 18 часов, а у более старших детей около суток. Высокая моторная активность кишечника в сочетании с недостаточной фиксацией его петель определяет склонность к возникновению инвагинации и заводных кишек. Еще раз повторяю, такова анатома физиологическая особенность. В данном случае мы говорим о функциональных особенностях. Количество актов дефекации у детей раннего возраста может определяться в норме, сколько происходит предкормление, столько примерно дефекации. В течение первых часов жизни происходит отхождение мекония первородного кала, такая клейкая масса темно-зеленого цвета, спарш около 6, на верхнем снимке вы видите. Мекония состоит из слущенного эпителия, слизи, остатков около плодных вод, желчных пигментов и другого. На второй-третий день жизни к меконию примешивается уже кал, а с пятого дня кал поднимает характерный вид. У детей первого месяца жизни индификация происходит обычно после каждого кормления, 5-7 раз в сутки. У детей со второго месяца жизни 3-6 раз, и к году индификация обычно происходит 1-2 раза в сутки. При смешанном искусственном скармливании индификации более редкие, чем при естественном скармливании. Кал у детей на грудном скармливании, это кашицеобразный желтого цвета с кислой реакцией, вот таким характерным кисловатым запахом, а при искусственном скармливании кал имеет более густую консистенцию, более светлый, иногда сероватым оттенком, нейтральный, даже щелчной реакцией, с более резким характерным каловым запахом. Золотисто-желтый цвет кала в первом месяце жизни ребенка условно присутствует билирубина, зеленоватый биливербина, а у грудных детей индификация происходит рефлекторно, без участия в воле, соответственно, с конца первого года жизни у здорового ребенка индификация постепенно становится произвольным актом. Такова особенность, функциональная особенность. Кишечник плода и новорожденного стерилен в течение первых 10-20 часов после рождения. Это так называемая асептическая паза. Затем начинается заселение кишечника микроорганизмами. Вторая паза длится обычно 2-4 дня. И третья паза это стабилизация микрофлоры. Продолжается она от 6 месяцев до 2 лет. Идет формирование микробного биоциноза кишечника. К 7-9 суткам у здоровых доношенных детей бактериальная флора обычно представлена преимущественно бифидомбактериями и лактобактериями. При естественном скармливании среди кишечной микрофлоры преобладает бифидомбактерия. При искусственном почти в равных количествах присутствуют лактобактерии и бифидомбактерии. А также энтерококки и нормальная непатологическая непатогенная вишевихия коли или кишечная палочка. Переход на питание, характерное для взрослых, вызывает изменение состава микрофлоры кишечника. Поджелудочная железа у новорожденных имеет малые размеры и расположена выше, чем у взрослых. Вследствие слабой фиксации к задней стенке брюшной полости у новорожденного она более подвижна. Наиболее интенсивно железа растет первые 3 года и в пубертатном периоде. К рождению и в первые месяцы жизни поджелудочная железа недостаточно дифференцирована, обильно восклиризирована и бедна соединительной тканью. Эндокринная часть поджелудочной железы к рождению более развита, чем экзокринная. Сок поджелудочной железы содержит ферменты, которые обеспечивают гидролиз, белков, жиров и углевод. И бикарбонаты, которые создают определенную щелочную реакцию, следы необходимые для активации ферментов. У новорожденных происходит выделение малого объема панклистического сока после стимуляции. Активность амбелаза и бикарбонатная емкость низкие. При переходе на обычное питание, при котором более половины потребностей в калориях покрываются за счет углеводов, активность амбелаза быстро возрастает и достигает максимальных значений уже к 6-9 годам, в зависимости от образа питания и характера питания. Активность панклистической липазы у новорожденных низкая, что определяет большую роль в гидролизе жира липаза слюнных желез, желудка и грудного молока. Протеолитическая активность секрета поджелудочной железы у детей первых месяцев жизни достаточно высока. Существенное влияние на деятельность поджелудочной железы оказывает вид вскармливания. При искусственном вскармливании активность ферментов в додональном соке в 4-5 раз выше, чем при естественном. Конечно, это во многом пославливает и не только положительное, но и отрицательные аспекты нефизиологического питания. Сделаем с вами небольшой перерыв сейчас и продолжим. Продолжим 5-7. Продолжение следует... 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 Кислот в печеночной желчи у детей первого года жизни высокая, особенно в первые дни после рождения, что может быть причиной частого развития подпеченочного холестаза или синдрома сгущения желчи у новорожденных. Для новорожденных характерно неизвелость всех этапов печеночного кишечного киркуляции желчных кислот, недостаточность их захвата гипотоцитами и их средств через канальцевую мембрану, замедление тока желчи, дисхолия вследствие снижения синтеза вторичных желчных кислот и низкий уровень их реабсорбции в кишке. У детей образуется больше атипичных, меньше гидрофобных и меньше токсичных жирных кислот, чем у взрослых. Накопление жирных кислот во внутрепеченочных желчных протоках обуславливает повышенную проницаемость межклеточных соединений и повышенное содержание компонентов желчи в крови. Желчь ребенка первых месяцев жизни содержит меньше холестерина и солей, что определяет редкость образования в ней камней. У новорожденных жирные кислоты соединяются преимущественно с таурином, у взрослых с глицином. Тауриновый коньюгат лучше распространяется в воде и менее токсичный. Относительно более высокое содержание в желчи таурохолевой кислоты, которая обладает бактерицидным действием, определяет редкость развития бактериального воспаления желчеводящих путей у детей на первом году жизни в особенности. Ферментные системы печени, которые обеспечивают адекватный метаболизм разных веществ, к рождению недостаточно зрелы. Искусственное скармливание стимулирует более раннее их развитие, но приводит к их диспропорции. После рождения у ребенка уменьшается синтез альбуминов, что приводит к снижению альбуминоглобулинового соотношения плазмы. У детей в печени более активно происходит трансаминирование аминокислот. При рождении активность аминотрансфераз в крови у ребенка в два раза выше, чем в крови матери. В то же время процессы переаминирования недостаточно зрелые, число незаменимых аминокислот у детей больше, чем у взрослых. Так, у взрослых их 8, а детям до 5-7 лет необходимо дополнительно еще 21, а детям первых 4 недель жизни еще и цистынь. Мочевидно-образовательная функция печени формируется к 3-4 месяцам жизни. До этого у детей отмечают высокую экскрецию с мочой аммиака при низкой концентрации мочевидно. У новорожденных в первые дни жизни отмечают недостаточную активность глюканилтрансфераза, с участием которой происходит конъюгация билирубина с глюкроновой кислотой и образование водорастворимого прямого билирубина. Печень осуществляет барьерную функцию, нейтрализует эндогенные и экзогенные вредные вещества, в том числе токсины, которые поступают из кишечника и принимают участие в метаболизме лекарственных веществ. У детей раннего возраста обезвреживающая функция печени развита недостаточно. Нужно об этом помнить, очень важно. Желчный пузырь у новорожденных обычно скрыт печенью, форма его может быть различной. Размеры его с возрастом увеличиваются и к 10-12 годам длина возрастает примерно в 2 раза. Скорость выделения пузырной желчи у новорожденных в 6 раз меньше, чем у взрослых. Микробный биоцинус толстого кишечника человека, как дополнительного ванноутроитрубного состояния, сразу после рождения кишечник у ребенка стерилен. В первые дни недели жизни, мы уже об этом говорили, происходит, формируется необходимая микрофлора из бифидума молочно-кислых бактерий. И именно эти микроорганизмы формируют защитный барьерный слой, выстилающий внутри слизистую поверхность кишечника в виде такой своеобразной биопленки. Гликокаликс называют биопленку. Эта пленка создает барьер для микробов-опротуинистов, таких как кишечная палочка и прочее. Оттесняет их в центр просвета кишечника, где они могут выполнять свойственную только им экологическую нишу, выполнять свои функции. Вот почему совокупность молочно-кислых микроорганизмов еще называют дополнительным органом, масса которого сопоставима с массой печени. Кроме того, как следует из названия, бифидума молочно-кислых бактерий представляет собой основную до 95% полезной микрофлоры, которая участвует в реализации большинства пищеварительных процессов на стадии молочного питания ребенка. Каковы же семиотика поражений органов желудочно-кишечного тракта? Основные синдромы. Начнем с полости рта. В первую очередь это различные проявления. Например, запах из рта. Он может присутствовать как при заболевании к самой полости рта, так и указывать на другие заболевания. Например, гнилостый запах бывает при распространенном кариесе, язвенном стоматите и народном теле в носу, значительно обложенном в языке арноэнергии, аминоидитах и синуситах, дисбактериозе кишечника. Сладковатый запах появляется в начале дифтерии, затем он становится зловодным. Запах свежих фруктов сопутствует ацетонемии, которая развивается при сахарном диабете, ацетономической рвоте, отравлении ацетономы другими органическими растворителями. Запах свежей печени наблюдается при тяжелом гепатите, острой, желтой атрофии печени. Особые запахи появляются при отравлении алкоголем, бензином, глиническими кислотами. Изменение слизистой оболочки полости ртовой. Те грудного возраста часто встречается поражение слизистой оболочки рта, ртовой полости, дрожжеподобными грибами, кандидоабиканс, называемой молочницей. Полощится довольно распространенное явление у детей раннего возраста. Кроме того, у детей может быть выявлено такое поражение слизистой, как катаральный стоматит, который характеризуется появлением яркой красоты с нежными траткостерними пузырьками по краю языка. Внизу вы можете увидеть на фотографии. На слизистой оболочке чечек и десен через 1-2 дня пузырьки лопают, составляя эрозии. Автозные стоматиты вызываются вирусом простого герпеса, острый герпетический стоматит. Из-за резкой болезни на стременок отказываются идти и нарушается его общего состояния. Яркая гиперемия слизистой оболочки рта встречается также при дефиците витамина В1. Ограниченное пятнистое покраснение мягкого нёма и нотема мягкого нёма является при коре, скарлатинии, ангинии, острых респираторных заболеваниях. В продромальном периоде коре на выкновение поверхности щек можно увидеть налет в виде манной крупы. При паратитной инфекции отмечается покраснение устья в одного протока околоушной слюной железы. При дерматомиазите слизистая оболочка полости рта приобретает лиловую оттену. То есть самое различное проявление и семиотика поражения может отмечаться уже при осмотре слизистой оболочки рта. При длительном механическом раздражении участка слизистой оболочки рта развивается декубитальная эрозия или язва. Проявляются в течение первых недель и месяцев жизни в результате травмы зубами или одним зубом, прорезавшимся ещё до рождения или в первой неделе после рождения, к примеру, и так далее. Интересно, вот при коклюши на воздечке языка можно увидеть язвочку в результате повреждения слизистой во время кашля. Внизу можно на нижнем снимке увидеть вот эту язвочку, образующуюся пекаршли у детей с коклюшем. Язык. Обратите внимание, что патологическое увеличение массы языка, называется макмакоголосея, наблюдается при болезни Дауна, гипотириозе, мышечной формы гликогеновой болезни, лепангиом, гемангиом, кистах самого языка, кромегалии, отёки при аллергических реакциях, просто как аномальное развитие тоже может быть. Частые и длительные высовывания языка наблюдаются в улитке из болезни Дауна, оставание в общенном развитии болезни и манопитка. Дрожание языка отмечается при гипертириозе, хореи, это ревматическое поражение центральной нервной системы, подергивании мышечных волокон языка, при аммиотрофии вверх, гоппанах, проррессирующем бульбарном параличе. Поверхность языка может быть изрезана глубокими трещинами и бороздами, при болезни Дауна, как особенность развития у здоровых детей тоже может быть. Вы справа вверху можете увидеть такой язык. Географический язык, так называемый географический, экспламативный гласит, характерен для больных пищевой аллергией. Слева на фото вы можете увидеть такое. Складчат языки, аномалии развития, на поверхности языка появляются продольные и поперечные борозды. На боковой поверхности языка при геостроэзофагальной рефлюксной болезни можно увидеть розированные участки слизистой. Вот вы видите различные изменения цвета даже языка. При скалатине это малиновый язык, ярко-красный блестящий язык, лазированным отечественным сосочком. Напоминают по внешнему виду ягоду малину. Пеллагра, язык шершавый, красный с отпечатками зубов и уплотненными краями. При анемии, лакированный ярко-красный, при гиповитаминозе B2, ярко-красный фуксиновый с атрофиновыми сосочками. И так далее. Черный язык наблюдается при препаратах железа, вискнутом потреблении черники. Беложелтый оттенок налета на корни и теле языка в сочетании с неприятным запахом из рта свидетельствует о поражении желудка и кишечника. Желтый оттенок, свидетельствует о поражении клапанного аппарата ЖКТ, заболевания желчевыводящих путей. Белосерый на людной языке появляется при заболевании желудка и двенадцатиперстной кишки. Интересно, вот волосатый язык, обусловленный гиперплазией и углублением нитевидных сосочков языка, может говорить о грибковом поражении языка в результате длительного приема антибиотик. Довольно редкая, но, видимо, встречающаяся патология. Соливация. Усиленное слюноотделение физиологическим бывает примерно с трех до шести месяцев первого года жизни. Патологическая гиперсоливация сопутствует к томатиту, ожогу слизистой оболочки рта, глистной инвазии, например, при аскоридозе. Один из симптомов гиперсоливации. Хроническом заболевании подзелудочной железы. Сниженное слюноотделение наблюдается при лихорадочных состояниях отравления от репидоподобными веществами. Далее мы рассмотрим признаки, относящиеся к поражению пищеварительной системы. На первом месте обычно ставится синдром желудочной диспепсии. Включает в себя боль, рвоту, срыгивание, тошноту, изжогу, отрыжку и изменение аппетита. Рвота – это сложный нервный рефлекторный акт, который координируется рвотным центром, расположенном под рвуатом мозге. При этом происходит сокращение привратника и расслабление на желудке, расширение, укорочение пищевода, сильное сокращение диафрагмы и мышц брюшного пресса. Голосовая щель закрывается, а конево поднимается. При рвоте обычно предшествует тошнота. Это неприятные ощущения, сопровождающиеся вегетативно-сосудистыми реакциями, побледнением, слабостью, головокружением, потливостью, саливацией. У маленьких детей тошнота проявляется беспокойством, высовыванием языка, чередующимися покраснениями и побледнениями кожи лица. Сурегивание. Обратите внимание, довольно распространенный феномен детей. Сурегивание. Это пассивный заброс небольшого количества желудочного содержимого в ротовую полость. Возникают они без напряжения брюшного пресса, осуществляются непосредственно осуществляющиеся средствами пассивного заброса желудочного содержимого в ротовую полость. Самочувствие ребенка при этом не нарушается. Вегетативных проявлений нет. Ребенок как бы сливает молоко сразу или через некоторый промежуток времени после кормления. Встречается очень, в общем, редко находятся детей, которые в той или иной степени после потребления пищи, в раннем возрасте, не в среднем. Обычно один-два раза после еды вполне может быть как физиологический феномен. Иногда у детей первых лет жизни наблюдается хроническая форма сурегивания. Это руминация так извернутая в полость рта пища, пережевывается и повторно заглатывается. Этот вид срыгивания часто наблюдается у детей с патологией нервной системы. Вы можете спросить, почему на слайде фото коровы приведено. Дело в том, что у крупного рогатого скота руминация или жвачка является основой для тщательного формирования и переваривания грубой растительной пищи. Для формирования, так сказать, необходимой консистенции и, соответственно, более тщательного переваривания. Несколько раз, если обратили внимание, то коровы, во время, когда они пасутся на тадах, помимо того, что они щиплют траву, они еще стоят и длительно пережевывают. Хотя за это время, конечно, происходит неоднократная руминация. При остром гастрите рвота многократная возникает после еды. При хронических гастритах рвота появляется на тощак, рвотных масок, много слизи, имеют кислый запах. При язвенной болезни рвота появляется на фоне сильных болей в животе и, как правило, облегчает их. Для заболеваний поджелудочных железов и желчеводящих путей характерная рвота, которая не приносит облегчения. Упорная, навязчивая часть рвота небольшим количеством желудочного сока или съеденной пищи бывает при пилораспазме. Пилораспазм это довольно, относительно нередко встречающийся патолог. Для пилораспазма характерна рвота фонтаном для пилораспазма. Рвотная масса обильная, соответствует или превышает объем съеденной пищи, имеет гнилостный запах. Рвота с примесивкой желчи. Характерно для заболеваний желчеводящих путей. Возникает при нарушении функции нижнепищеводного и пилорического сфинктера желудка. Пенистый вид рвотных масс появляется при синдроме малябсорбции, отравлении моющими веществами. У детей старшего года рвота носит вторичный характер и встречается при кишечных и респираторных инфекциях, при объемных процессах и травмах головного мозга, при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Отрыжка тоже один из симптомов, которые мы видим. Это выход газа из желудка в ротовую полость, разникающий в средстве повышенного интеграстрального давления, расслабления кардии и антиперистальтических сокращений желудка и пищеводов. В некоторых случаях отрыжка физиологична, направлена на снижение внутрежелудочного давления после обильной жирной еды и употребления газированных напитков. У детей первого года жизни при кормлении грудью или через соску часто наблюдается избыточное заглатывание воздуха. Это явление называется аэропогия. Поэтому у маленьких детей довольно часто и такое вот явление, как отрыжка. Упорная отрыжка является симптомом поражения пищеводной желудка. Она также может возникнуть при синдроме молиабсорбции дисбактериозе кишечника, связанная с повышением внутрибрюшного и внутрижелудочного давления и как следствие последнего несостоятельности нижнепищеводного сфинктера. Аппетит Аппетит Это ощущение необходимости приема пищи который вообще или какой-то определенного вида пищи. Он определяется целым рядом факторов. Это различные заболевания острых хронических, заболевания уроза пищеварения, состояние психики, характер питания, набор пищевых продуктов, организация питания, способы и качество кулинарной обработки и времени, даже от времени, куда зависит аппетит. В педиатрической практике чаще всего наблюдается снижение аппетита, которое может быть полным, вплоть до его отсутствия анорексии и частичным или избирательным. Это когда происходит отказ от какой-то определенной пищи. Довольно распространенное состояние. Переживать стоит в ситуации, если анорексия длится достаточно длительно. Одно-двухдневное отсутствие потребления пищи, как правило, не сказывается на общем состоянии пациента. Боли в области живота – это ощущение болезненности или дискомфорта в брюшной полости. Причины болей в животе – это натяжение корня брюшевки, которое очень восприимчиво к болевому раздражению, растяжение стенки кишечника, расширение его просвета, гиперперистальтика, воспалительные и деструктивные изменения тканей органов брюшной полости и брюшины, гипоксия органов, например, при ущемленной грыже или инвагинации, растяжение капсул органов, например, при увеличении печени, селезенки или поджелудочной железы. Характер боли при поражении поранного желудочно-кишечного тракта объясняется их сенсорной инвировацией. Соматическое боли ощущается как остроя, жгучая, колющая. Отходным опытом является брюшина. Изменение положения тела, сгибание, ходьба, бег увеличивают ее интенсивность. Вплоть до кинжальной боли при проводной ясли в желудке и двенадцатиперстной кишки. Диафрагмальная боль исходит из диафрагмана печени, желудка, селезенки. Болевые импульсы происходят по диафрагмальному нерву, с вещем отмечается радиация боли в область плеча, дыхательные движения и каши усиливают диафрагмальную боль. Висцеральная или вегетативная боль исходит из органов, чувствительная инновация которых осуществляется через симпатическую, парасимпатическую систему. Ощущается в глубине брюшной полости. Она тупая, диффузная, мучительная, часто сопровождающаяся вегетативными реакциями, бледностью кожных покровов, потливостью, рвотой, тошнотой, сердцебиением, общим беспокойством. Выяснение болевого синдрома следует проводить по определенной схеме. Мы выясняем обязательно локализацию, тип болей, характер, связь с приемом пищи, периодичность возникновения и так далее. А также выясняем обязательно факторы, усиливающие или ослабляющие боль. И обязательно определяем и радиацию, куда распространяется боль. Боли в животе дети разного возраста оценивают неоднозначно. Так дети до трех лет вообще не локализуют боль и почти всегда переживают ее видеть в общей тяжелой реакции. Представляют любые болевые ощущения в животе, указывая на ее локализацию в области пухка. Они не могут дифференцировать, какая часть болит, указывают просто на популку. У части детей боли могут проявляться чувством быстрого насыщения и переполнения желудка. У маленьких детей эквивалентом болей является беспокойство, крик, отказ от груди. Более, они локализуются в разных отделах пищеварительного тракта. Следовательно, и условным делением передней брюшной стенки мы, в зависимости от того дела, локализуются мы, мы сможем определить примерно, что там может быть, с чем эта боль может быть связана. Так, в правом потребителе локализация боли свойственна, как для внебрюшинной патологии, например, правосторонняя нижнедолевая пневмония, плевропневмония, диафрагма, пневмония, так и для заболеваний брюшной полости. Это острый хронический гепатит, правом потребителе, абсцесс печени, диспензия, жрустеводящий пакет, паразитозы печени, пилонефрит, язвенный болезн желудка и хронический подкрепит. Выпий гастрально, начередная область. Боль характерна для заболеваний верхнего отдела пищеводительного тракта. Сейчас, одну минуточку. Возвращаемся к пересадной области. Это гастрит, гастрит, доденит, рефлюкс, эзофагит, болезни печени, жру вообще обыводящих путей с преимуществом увеличения левой доли печени. Диафромальная грыжа, как заболевание, тоже не забывайте, панкреатит, пилонефрит, миокардит и диафромальный плюрит. В левом подреберье боли свидетельствуют о поражении поджелудочной железы, селезенки, селезеночного края поперечной ободочной кишки, органов мочеводелительной системы или левосторонней пилой инфрит, например, демочекажем, почечнокаменная болезнь. В околопопочной области требует исключения глистной или паразитарной вазии, бизентриарного лимфоденита. Хочу вас обратить внимание, что клиника бизентриарного лимфоденита во многом у детей схожа с клиникой аппендицита и весьма сложна в диагностике. Когда будете изучать хирургические болезни, обратите на это внимание. Болезни крона, неспецифического язвенного колита, эпилепсии в доминальной форме. Часто на эту локализацию болей жалуются дети при стрессах, нервных переживаниях, имеющих неустойчивый характер. Это жалобы на боли в околопопочной области. Причиной болей в правой подвздушной области являются поражения дистального отдела тонкой или толстой кишки, таких как инвагинация, дивертикул меккета, острый аппендицит, паховый лимфоденит, цистит, адмексит, сальпингоафорит у девочек, презменструальная боль, коксид, различные телозы. В левой подвздушной области боли возникают в результате поражения бокового и дистального отдела толстой кишки. Это галиты, запоры при заболеваниях мочевыделительной системы, заболеваниях половых органов. Разлитые боли в животе могут соединять о перитонике, кишечной непроходимости, абдоминальной форме геморрагического воскулита, например, и раздвиги паранхематозных органов, травм. Боль боли отрадная, характеризуется, например, характер болей, может быть, постоянная боль, беспокоит практически каждый день с самого начала заболевания. Это характерно для болезней, которая уже имеет какую-то морфологическую водоплёку. Уже есть какие-то изменения, например, спаечная болезнь или уже существующая пенетрирующая язва. Имеется связь с изменением положения и физической нагрузки. Приступообразная боль продолжается в течение короткого периода времени и затем прекращается. Приступы могут быть частыми, больше одного раза в неделю или единичными, возникающие при геморраге тонусе гладкой мускулатуры, например, при спазме привратника или синтроводе. Эпизодическая боль продолжается короткий отрезок времени и впоследствии больной не испытывает боли в течение недели и месяца. кинжальная боль это острая проникающая боль, которая возникает при вовлечении в патологический процесс в сирозных оболочек. Прежде всего это состояние, требующее, конечно, неотложных мероприятий. Это прободная ненитрирующая язва и это тупая давящая боль в свидетельстве об увеличении органа. Возникает при гепатомегалии, опухолях, кистах, метеоризме. Кроме того, боль может быть связана с приемом пищи. Так, голодные или тощаковые, более их назвать тощаковыми, это болевое ощущение возникает до приема пищи и возникновение чувства голода. Встречается при гестре, адротините, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Ранняя боль это когда боль появляется во время или сразу после приема пищи. Чувство быстрого насыщения или переполнения желудка является эквивалентами ранних болей. Встречается при эзофагите и гастрите. Поздние боли возникают регулярно через один-два часа после приема пищи. Тоже встречается при гестре, адротините, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Для больных с центральным гастритом, гастрадутанитом, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки характерен определенный ритм болей, который называется Моннинганнский. Когда чередуется голод, боль, облегчение после еды, потом опять голод, боль и так далее. У этих больных могут проявляться и ночные боли. Синдром кишечной диспепсии это диарея, запор, метеоризм, флатуленция. Диарея, понос, учащенное поражение кишечника с повышенным содержанием воды в калии. При диарее кал становится кашицеобразным вплоть до водянистого. Обычно отличается увеличение суточной массы кала явления полифекалии. Увеличение суточной массы кала называется полифекалии. При преимуществом нарушении моторной функции кишечника сулл может быть частым и жидким, но суточное количество кала не превышает норму. В связи с этим выделяют поносы с большим количеством фекальных масс полифекалии и с малым количеством без полифекалии. По длительности диареи разделяют на острую и хроническую. Диарея считается острой, если ее продолжительность не превышает 2-3 недели и в анализе нет сведения подобных эпизодов. Острая диарея чаще всего носит инфекционный характер, но может возникать при нарушении вскармливания детей первого года жизни при перекормах например. При внезапном отлучении ребенка другие переходят естественно на искусственное вскармливание. У детей у старших детей чаще всего острая диарея возникает при переедании злоупотреблении жирной и углеводистой пищи в регионом дозах. Хроническая диарея характеризуется длительным продолжающимся более трех недель течением. Она является симптомом многих наследственных врожденных и приобретенных заболеваний сопровождающиеся расстройством пищеварения и всасывания. Хроническая диарея может быть связана с патологией не только кишечника но и других органов систем. Например почерк при которых провоцируют диарею или эндокринных желез например герриотоксикоз при сахарном диабете. Метеоризм это вздутие избыточное скопление газов в желудочно-кишечном тракте. Причиной метеоризма может быть аэрофагия повышенное газообразование в кишечнике нарушение всасывания или эвакуации газов из пищеварительного тракта. повышенное газообразование часто возникает за счет обидного потребления углеводов дающих сильную ферментацию. Особенно продуктов содержащих целлюлозу цветная белокопчанная капуста бобовая морковь ферджи но и трубной хлеб это все относится к элементарному метеоризму связанному с пищей. Сниженная эвакуация газового кишечника приводящая метеоризму может быть обусловлено нарушением моторной эвакуаторной функции ЖКТ встречается это при инфекциях и интоксикация нарушением всасывания газа наблюдается при синдром алиабсорбции по своей локализации метеоризм может быть диффузным и локальным запор это нарушение функций кишечника проявляющиеся увеличением интервалов между дефекацией по сравнению с индивидуальной нормой или систематическим недостаточному упражнению кишечника частота стула зависит от возраста и характера питания ребенка у новорожденного находящегося на грудном скармливании частота стула совпадает с числом кормлений мы уже об этом говорили постепенно кратность стула уменьшается уплотняется консистенция кала и к моменту введения прикорма составляет не менее двух раз в сутки в среднем у детей находящихся на искусственном скармливании стул анекалл в этом возрасте является признаком запора о запоре у детей старше трех лет говорят в том случае если частота стула составляет менее 6 раз в неделю или когда отмечается болезненная инфикация плотной по консистенции каллов даже если частота стула соответствует возрастной норме запор может указывать плотный по консистенции калл и болезненная инфикация О хроническом запоре можно говорить в том случае, если имеется стойкое продолжающееся больше трех месяцев урежение стула, сопровождающееся чувством неполного упражнения кишечника, изменением формы и характера каловых масс. Следует отметить, что даже при ежедневном стуле у ребенка натуживание, чувство неполного упражнения, изменение характера стула, также свидетельствует о хроническом запоре. Заметьте, даже при ежедневном стуле. Причина развития запоров у детей раннего возраста – это генетическая предрасположенность, нерациональное питание кормящей матери, перинатальницей, балопатия, мышечная гипотония, рахин, дефицит железа, непереносимость белка, кровь и молока, недостаточный питьевой режим, быстрый переход на искусственное скармливание, скармливание детей молочной смесью с высоким содержанием железа, быстрый переход с одной смеси на другую, дисбиоз кишечника, гипотиреоз, дефицит карнитина и коробкоцепочечных жирных кислот, отсутствие своевременной выработки рефлекса, модификацию и так далее. У стеснительных детей в этот период адаптации к новым услугам может возникнуть тоже развитие запоров. Невротические нарушения. Диатрогиния. Прием лекарственных препаратов. Антоциды, спазмолитики, противосудорожные, диуретики. Антибиотики могут вызывать развитие запоров. В том случае, если при обследовании исключено органическое поражение кишечника и запор не является признаком другого заболевания или следствием приема лекарственных препаратов, говорят о функциональном заболевании. У детей раннего возраста запоры, как правило, носят функциональный характер. Кроме того, синдромы, которые мы можем выделить у детей, относятся еще при поражении ЖКТ. Еще относится к синдрому острого живота. Проявляется он острой болью, частой рвотой, задержкой стула и отхождением газов. Возникает внезапно. Причины синдрома острого живота это, в первую очередь, острый аппендицит, перфоративная язва в желудочно-кишечном тракте, вагинация, разрыв парентематозных органов. Это хирургическая патология, немедленная госпитализация и неотложное проведение хирургического вмешательства. Синдром острого гастроэнтероколита проявляется рвотой, болями в животе, диареей, интоксикацией, обезвоживанием. Чаще всего причинами синдрома острого гастроэнтероколита являются острые кишечные инфекции. Синдром малябсорбции или нарушения всасывания проявляется поносами, сполификалией, истощением больного, увеличением живота, метеоризмов. Причины это синдром короткой кишки, злокачественная лимфома кишечника, целиакия, муковицидоз, диксогридазные недостаточности. Это причины, которые приводят к нарушению всасывания, механизмов всасывания кишечники. Синдром желтухи проявляется окрашиванием в желтый цвет слизистых оболочек склера и кож. Причины синдрома это, конечно, в первую очередь нарушение функции печени, возникающая при остром вирусном и токсическом гепатите, при циррозе печени, при атрезии желчеводящих путей, при гемолитической анемии и других состояний. Синдром недостаточности печени, проявляющийся печеночной недостаточности, проявляется аденомией, апатией, сонливостью, беспокойством, усилением желтухи, патологическими формами дыхания, печеночным запахом изо рта. И причины этого синдрома это, в первую очередь, вирусный гепатит, цирроз печени, отравление гепатотропным ядом. Синдром печеночной недостаточности, довольно опасный синдром. Которые являются проявлением серьезнейших проблем с печенью. Благодарю вас за внимание. На сегодня у нас все. Я надеюсь, все остальные вопросы, связанные с семиотикой нарушений пищеварительной системы у детей, будут разбираться на практических занятиях. Поэтому готовьтесь, читайте. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...